Всем добрый день! Меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист по профессиональной косметике Гильтек. Сегодняшнее видео я хочу посвятить эмалентам. С одной стороны, эмаленты – это жиры и жироподобные вещества, которые входят в состав кремов, предназначенных для смягчения, огрубевшей, пересушенной кожи, кожи на фоне каких-то дерматологических патологий, которые связаны с сухостью кожи. С другой стороны, эмаленты – это как раз класс препаратов, которые предназначены для такой кожи. Но помимо эмалентов, ингредиентов, в эти препараты входят, как правило, успокаивающие активы, которые нужны для снятия раздражения, и хумектанты или увлажнители, которые будут обеспечивать влагоудерживающую функцию. Какая целевая аудитория, если можно так выразиться, для эмалентных составов? Конечно же, в первую очередь, это люди с этапическим дерматитом и подобными состояниями, нейродермитами, псориазом, экземой, кожей, которая сама не вырабатывает часть ингредиентов гидролюпидного барьера и не может эффективно защищаться от агрессии внешней среды. Естественно, такие составы будут полезны также для сухой кожи, которая тоже может быть обезвоженной, может быть обычной виды, так сказать, кожи здоровой. Здоровая кожа под воздействием агрессии внешней среды тоже может стать обезвоженной и пересушенной, даже если тип кожи, например, жирной или комбинированной на лице. И в такие моменты людям тоже могут понадобиться эмаленты. Когда мы используем эмалент, мы, как правило, наносим его на кожу тела. Если есть необходимость, наносим на кожу лица. И данный крем не должен, например, забивать поры и провоцировать воспаление, если кожа жирная или комбинированная. Но зачастую эмалентные составы, представленные на рынке, содержат комедогенные компоненты. То есть это, например, воск, парафины левопроизводные, это вазелин, петролатум. То есть те ингредиенты, которые могут образование комедонов спровоцировать и, соответственно, воспалений. Эмаленты, которые не содержат таких компонентов, более безопасны для нанесения на лицо, если кожа жирная или комбинированная. И к таким эмалентам в том числе относится наш новый крем-эмалент от Opex Skin, который недавно у нас вышел. В данном составе есть, естественно, и собственные ингредиенты эмаленты. Это эмаленты с кокосовой массой каприлик, каприлик-тримецерид, если правильно сказать. Это сквалан, это масло шеи, масло жажаба. За успокаивающий эффект отвечает алантаин, бисоболол. Здесь есть провитамин Д3, церамиды. То есть те ингредиенты, которые ремонтируют, восстанавливают наш роговой слой. Ну и, естественно, увлажнитель, конечно же. Этот крем может использоваться, как вы видите, здесь нет комедогенных компонентов. И в том числе на коже лица, шеи, декольте. Если вы используете, например, как пациент с атопическим дерматитом или еще какой-то дерматологической патологией, медикаментозные средства, назначенные врачом, например, для снятия обострения, очень часто используются глюкокортикоиды или ингибиторы кальциневрина или другие какие-то препараты вы используете топические, то есть для наружного нанесения. Эмаленты всегда наносятся после лекарственных средств, либо после полного их впитывания, либо даже иногда имеет смысл подождать какое-то время, прежде чем наносить уже эмалентный состав. Но сами эмаленты можно наносить сколько угодно раз в течение дня по мере необходимости. Какие еще эмаленты или эмалентные составы есть в нашей линейке? То есть средства, которые можно тоже отнести к... Категории средств эмалента. Это крем-овлажняющий микробиом Кер, который тоже очень хорошо восстанавливает эпидермис, особенно если нарушена нормальная микрофлора, то есть, допустим, был какой-то курс как раз с гормональной терапией, может быть, химией терапии или какие-то еще проблемы с кожей, которые нарушили соотношение условно-патогенной микрофлоры и нормальной. Здесь состав, который, собственно, помогает нормальной микрофлоре выжить и преобладать над условно-патогенной. Ну и, естественно, хорошее питание и увлажнение. Также к эмалентным составам можно отнести кремы для рук и крем для рук и ног Intensive Repair, которые отличаются друг от друга только наличием отдушки в креме для рук. То есть, Intensive Repair имеет точно такой же состав, точно так же хорошо увлажняет, успокаивает, смягчает кожу. При этом он не содержит отдушки, поэтому оптимален, например, для аллергиков или для людей, которые не любят ароматизированные средства. А крем для рук, Ceramid Syntribiotics, он имеет такой легкий сладковатый аромат, который многим очень нравится, и в том числе он есть в маленьком формате, который можно даже положить в маленькую сумочку в Росбоди. В целом, если сделать вывод из всего вышесказанного, надо понимать, что если кожа повреждена, то есть поврежден гидролепидный барьер, то есть защитная функция нарушена, кожа пересушена, обезвожена, то ей зачастую могут потребоваться эмаленты, то есть составы смягчающей, увлажняющей, успокаивающей кожу. Но не забывайте еще о том, что когда барьер нарушен, а перепады температур, например, мороз, или какие-то еще агрессивные воздействия, ветер воздействует на кожу, можно использовать барьерные средства, то есть, например, безводный гель церамид скинсейвер наносить перед выходом на улицу, если там мороз, или если вы катаетесь на лыжах где-нибудь, и подвержены всем ведрам вашей кожи. Если агрессия внешней среды воздействует на вашу кожу, например, мороз, вы всегда можете воспользоваться барьерным средством, а не только эмалентными составами. Если у вас возникают какие-то вопросы, с удовольствием прочитаем их в комментариях, особенно если вы поделитесь своим опытом, например, использования тех же самых эмалентов различных при различных патологиях кожи, это будет полезно не только нам, но и нашим подписчикам, которые, например, страдают такой же патологией и хотят узнать, что другим людям помогает. Ставьте лайки или дизлайки, это тоже будет помогать продвижению наших видео и мотивировать нас на запись новых интересных видео. Колокольчик тоже нажимайте, будете первыми узнавать о выходе новых наших видео. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok